Уже завтра в Самаре официально стартует отопительный сезон. Об этом напомнили на совещании в мэрии. Объекты социальной сферы уже неделю подключают к теплу, не дожидаясь нормативного температурного минимума. Среднесуточных – 8 градусов Цельсия и ниже в течение пяти дней. Тепло поступает в больницы, школы, детские сады и другие учреждения с круглосуточным пребыванием людей. Батареи в половине из них уже потеплели. Работы по перекладке труб в городе почти завершены. Ремонт и техническое перевооружение теплотрасс во многом стали возможны благодаря переходу Самары на новую модель альткотельная. И увеличенным инвестицией. Для переключения с временных схем на постоянные на теплотрассах завершаются переврезки. Этот вид работ на прошлой неделе выполнен в промышленном районе. Тепло в дома там также начнет поступать уже по постоянной схеме. На непрерывном контроле все объекты. Это издух объектов, которые, но еще раз обращаю внимание, и поставлено полюбили до среды, полностью начали собрать каналы, разложить трубы. Ничто не должно повлиять на своевременный пуск тепла. Напомним, что этот процесс постепенный. Он занимает порядка двух недель. Все возникающие вопросы решаются в оперативном порядке адресно. Говорили на совещании в мэрии о доступности цен на продукты питания. С начала года в Самаре создано 495 новых торговых мест, где горожане могут купить сельскохозяйственную продукцию от местных производителей по доступным ценам. В начале года в Самаре действовало 28 ярмарок в общей сложности на 1240 торговых мест, в том числе пять универсальных круглогодичных на 257 торговых мест. Впервые по просьбе жителей традиционная осенняя ярмарка в поселке Мехзавод УДК «Октябрь» на 40 торговых мест была открыта в апреле. До середины мая там можно было купить саженцы и рассаду. С 11 июня по выходным ярмарка в поселке Мехзавод проводилась с автомашин. Позже ее закрыли из-за низкого спроса. А 26 августа она возобновила свою работу в традиционном формате. Открыты 87 палаток. Режим работы – пятница, суббота, воскресенье. 10% мест бесплатно предоставлены пенсионерам. Еженедельно ярмарку посещают около 4 тысяч покупателей. 8 сентября открылась ярмарка на 157 торговых мест по адресу Ленинская, 142, у музея Алабина. Она работает по пятницам, субботам, воскресеньям. Еженедельно ее посещают около 10,5 тысяч покупателей. Также работает коммерческая ярмарка на 200 торговых мест по адресу Главное, 23. Для обеспечения качества и безопасности продукции, реализуемой на муниципальных ярмарках в городском округе Самар, на крупных ярмарках организовано постоянное присутствие лаборатории ГБУ Самарской области, Самарское ветеринарное объединение. Помимо осуществления систематических проверок качества и безопасности реализуемой продукции, лаборатория представляет услуги ветеринарно-санитарной экспертизы. Открылись пять новых ярмарок на 85 торговых мест, там, где обычно ведется несанкционированная торговля. Это улица Советская, 5, на 25 торговых мест, улица Победы, 92, на 15 торговых мест, улица Гагарина, 157, на 15 мест, пересечение фасадной и молодежного переулка на 15 торговых мест, улица Старозагора, 133, 135, на 15 торговых мест. С появлением урожая местных фермеров ведется торговля на трех площадках с автомашин по адресам улица Мира, 6, улица Дальняя рядом с Агропарком и улица Победа, 115. Виктория Шара и Василий Колдашов. События.